Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Итальянский художник, представитель Венецианской школы живописи, автор картинно-виблейский сюжет и портретов в стиле позднего возрождения манеризма с легким влиянием в стиле барокко Якопо де Панте, прозванный Якопо Бассано по названию итальянской родовой коммуны Бассано-дель-Граппо Венецианской республики. Я пользуюсь приводной википедией. Якопо де Панте родился около 1510 года в коммуне Бассано-дель-Граппо Терафер, материковая часть Венецианской республики. Его отец и сам Якопо стали родоначальниками большой семьи потомственных живописцев Венецианской школы. Начальная художественное образование Якопо получил в мастерской отца, где участвовал в работе над заказами в течение пяти лет и стал продолжателем семейной традиции. Якопо, за исключением поездки в Венецию, почти не выезжал из родного города, где имел большую мастерскую, в которой работали его сыновья, многочисленные помощники, родственники и ученики. В 1546 году Якопо Бассано женился на Элизабете Мерцари, от которой у него было восемь детей. Помимо влияния отца, крестьянского живописца, на работы Бассано оказали воздействие афорты манериста Франческо Парамиджано, пользовавшихся популярностью в то время. Он высоко ценил портретную живопись Лоренцо Лотто. В ранних произведениях Якопо Бассано прослеживается влияние флорентийского и римского манеризма с характерными удлиненными пропорциями фигур и ярким контрастным колоритом. В 1540 году Якопо приобрел собственный стиль, основанный на наблюдениях природы, людей и животных, насыщенный контрастной игрой святотеней, тонкой пластикой линии и красотой цветовых сочетаний. Его картины вдохновлены повседневной жизнью маленьких селений и красотой природы. Обращение к пасторальным темам сочетается у Бассано с вниманием к библейским сюжетам, которые он трактовал в контексте повседневной, хорошо ему знакомой жизни. Для его произведения характерно использование множества фигур и мелких деталей, в сочетании с общей динамикой композиции и эмоциональными напряжениями. В своем творчестве он внес большой вклад в развитие итальянской живописи бытового жанра. Его картины включали реалистичные изображения предметов быта, животных, домов, пейзажей, людей он показывал в сложных движениях, тем не менее, естественно, композиции картин с множеством фигур и бытовых подробностей. Выдающийся знаток живописи итальянского возрождения Бернанд Бернсон писал, Картины Бассана и его двух сыновей иногда так ослепительны и свежи по своему прозрачному, холодноватому колориту, что их можно сравнить с лучшими образцами венецианского стекла, а отдельные детали, ярко освещенные и насыщенные цветом, сияют, как рубины и изумруды. В итальянской живописи Бассана стал первым пейзажистом эпохи Возрождения. Икопа Бассана необычным колоритом своей живописи оказал влияние на творчество испанского живописца Эль Грека, а также своих сыновей. Из его сыновей четверо стали наиболее известными художниками. Умер художник 13 февраля 1592 года. Вот так вкратце из переводной википедии о Якопо да Понтея или Якопо Бассана итальянский художник представили венецианской школы живописи. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok